На углу улицы Пожалостина и Первомайского проспекта располагается первый в Рязани высотный жилой дом с пятым этажом в виде башенки. Он построен в 1929 году по проекту архитектора Сошкина. Тогда он был окрашен в черные и оранжевые тона, что придавало дому сходство с хищной птицей. К тому же в 1941-1943 годах на крыше этого высотного здания располагался командный пункт с зенитной батареей. Об этом сейчас напоминает мемориальная доска на фасаде здания. Сейчас мало кто вспоминает о схожести этого здания с хищной птицей. Но Игорь Николаевич Канаев, известный рязанский крывет, считает, что такие имена могут стать дополнительной особенностью нашего города. Крывет собирает народные названия зданий уже много лет. И за это время у него набралось порядочное количество таких объектов в разных частях города. За последние лет 20-30, когда оригинальных домов стало много в Рязани, таких необычной архитектуры, они вот как грибы растут, у каждого почти необычного дома есть прозвище свое. Два рояля, три поросенка, чертов палец, бегуди, которые мы здесь видим, вилочка, которая строится на месте огромной кинофабрики. И так по разным частям города, сейчас особенно высотные, такие башенного типа дома, получают не только имена по той строительной фирме, которая так хочет их назвать, а мне гораздо важнее народные названия, как люди их обзывают. Два рояля гордо возвышаются на улице Маяковского, а ниже два сапога пара. Украинские свечки – самые высокие на настоящий момент. В Рязани 25-этажные жилые комплексы, которые застройщики назвали именами литераторов – Шевченко и Гоголя. Дом-комод на углу пожалостенной свободы получил такое название за балкончики, напоминающие ручки ящиков. А вот дом-бегемот утратил свой вид, и теперь мало напоминает былые очертания. Ранее именно так называли дом быта, ныне торговый центр. Если вот так по старому городу особенно пройти, то много оригинальных домов таких уже получили народные прозвища. Где-то они широко известны, где-то известны только узкому кругу жителей местных, но потом, может быть, их судьба может сложиться так, что и весь город так будет знать. Так же, как произошло с домом-комода, который знал все население, там, довоенной, послевоенной Рязани. Время настало издать такой буклетик, где не только обозначить эти дома, сфотографировать их и написать их название народное, но и попытаться объяснить, почему. Потому что у некоторых домов есть два или три объяснения. То есть есть четко, да, вот дом-комод – это уже, ну, только похожий на комод. У остальных же домов, ну, есть и по два, и по три варианта объяснений. Вот такие варианты, возможно, человек откроет книжечку, и покажется ему наш город не такой уж серый и пыльный, особенно по окраинам, а город, разбавленный такими домами с народными прозвищами. В наших силах среди типовых серых зданий замечать необычные – с историей или без. Те, которые отличаются от соседей и делают облик города особенным. Видеть красоту в, казалось бы, привычном и обычном. В этом тоже заключается любовь к городу, в котором мы живем. Редактор субтитров А.Семкин